Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, я приветствую вас в очередном модуле видеокурса «Анимация с нуля» в программе Adobe H-Animate. И в этом уроке я хочу вас научить вот такой интересной фишки. Смотрите, я могу зацепить объект, двигать его по нашему холсту, как угодно. Также и этот, если я отпущу, он возвращается на то же место. Здесь принцип такой. Я сделал пример. Конечно же, он тут очевиден. Понятно, что каска принадлежит у нас персонажу с автоматом, а ноутбук вот этому дипломату. Здесь в этом уроке просто хочу донести до вас идею и как это устроено технически, рассказать. А вы уже потом подумайте, как воплотить это всё в своих каких-то проектах или сайтах. В общем, некая игра. Например, какой предмет лучше подходит тому или иному персонажу. Соответственно, если я ноутбук навожу куда-то на бойца, куда бы я ни навёл, он возвращается на своё место. А если каску навожу, то есть иначе не подходит. Или вот в руку. А если я правильно выбрал, то шлем сам вот так вот как бы встаёт при наведении, и я уже не могу им управлять. Также ноутбук. Вот такая вот интересная возможность. Давайте рассмотрим это, как это устроено. Итак, в программе я создаю новый проект. Сразу сцену делаем 900 на 700. Здесь её уменьшим. Также вы сможете с уроком найти все дополнительные материалы, чтобы по моему уроку потонироваться. А потом уже сделать что-то своё. Выделяем все картинки. И переносим сюда. Так, я сейчас пока размещу. Примерно у нас где-то вот так. Пускай они будут на одном уровне. Здесь руку надо немножко убавить. Чтобы она хорошо вот здесь у нас легла. Так. Первым действием, чтобы вот ноутбук и каска хорошо легла так, как в примере. Так, давайте ноутбук ещё убавим. Нужно сразу разместить их так, как вы считаете, что действительно она ровно лежит. Например, ноутбук в руке. Ноутбук заходит за руку совсем. Это потому, что он здесь находится под слоем, да. Двигаем его наверх. Так, и теперь передние пальцы должны как бы закрывать ноутбук. Ищем, где наша рука. Это ноутбук. Вот рука. Рука должна быть выше ноутбука. Ну, здесь примерно. Просто показать вам принцип. Конечно же, здесь она всё равно лежит неровно. Как будто он держит не ноутбук, а шар. В общем, сначала определяемся, как лучше будет смотреться. Если вас всё здесь устраивает, всё оставляем как есть. Теперь идём к другому нашему персонажу. И выровняем приблизительно, как будет смотреться лучше каска. И поставим вот так. Следующий шаг. Нам сейчас нужно каску с зажатым альтом. Двигаем мышь. Нам нужен дубликат. То есть, вот этот дубликат и будет как бы перемещаемым объектом, который мы сможем двигать. И который будет как бы втыкаться туда, куда, где ему место. Также берём ноутбук. И делаем копию ему. Следующим шагом мы делаем объект каска и ноутбук, которые уже расположены на персонажах, невидимым. Можем сразу. Так, каска выделяем 5. А ноут 3 с зажатым контролом. Я выделил их оба. И идём в опазити. И ставим на 0. Чтобы их не было видно. Дальше нам нужно это дело обязательно сгруппировать. Правой кнопкой мыши, группы на элемент. И очень важно, группа вот этих элементов, она должна быть в самом низу. Иначе работать не будет. Кстати, если вдруг возникнет какая-то ситуация, что нужно разгруппировать объекты, это делается так. По группе кликаем правой кнопкой мыши. И вот здесь есть слово Ungroup Elements. То есть разгруппировать элементы. Так. Вот этот ноутбук двигаем выше. Чтобы он ложился под руку, да? Точнее нам теперь вот эту руку надо на самый верх. Вот таким вот образом. Проверили, что всё нормально. Эти объекты должны быть поверх наших объектов, наших персонажей. Следующее действие. Нам нужно подключить библиотеки. Мы с вами уже что-то подобное делали. Находим вот здесь скрипт. Нажимаем плюс. Файл from disk. И заходим в папку с уроком. Находим папку проект. Заходим в неё. Там папочка JS. И здесь уже у нас три файла библиотеки. Все их выделяем и открыть. По стрелочке раскрываем список скриптов. И здесь есть вообще ключевой момент. Именно расположение. Кто будет первый вот здесь находиться. Если оставить как есть, у вас ничего не получится. Даже объекты вот эти двигаться не будут. Поэтому здесь вот этот вот jQuery 2.0.3 зажимаем мышкой. Двигаем так, чтобы он оказался первым. А нижний 1.10.3 Чтоб был посередине. Вот таким вот образом. Теперь пришло время разместить кусочек кода. Который будет позволять нам двигать объекты. И будет позволять нам выполнять вот это действие, когда он закрепляется там, где нужно. Также в папке с уроком будет файл под названием код. Заходим в этот файл. Открываем его где-нибудь в блокноте. Первый файл с кодом будет называться TouchStart. Открываем его и копируем весь этот код. Смотрите. Выделяем Stage. И рядом, вот в круглых скобках, кликаем. Открывается вот такое окно. И выбираем TouchStart. И вставляем этот код. Пока закрываем. В следующем документе будет CompositionReady. Текстовый файл с таким названием. Открываем его. Здесь уже код побольше. Копируем его целиком. Опять кликаем. Между скобочками. Тут уже такой кругляшок появился. Это говорит о том, что уже там где-то у нас прописан какой-то код. А именно TouchStart мы прописали. Нажимаем здесь плюсик. И выбираем CompositionReady. И вставляем его здесь. Закрываем. Теперь нам в коде нужно прописать название. Название нашего шлема и ноутбука. И потом мы пропишем вот этого ноутбука, который у нас невидимый. И соответственно невидимые каски. Давайте выделяем здесь сначала шлем. Он у нас отобразился, выделился здесь. Два раза кликаем, выделяем. Опять кликаем по Stage. И теперь внимательно смотрим на код. Мы будем редактировать вот эту строчку. Вот эту. И вот здесь. Все. Больше мы трогать ничего не будем. Вот запомните. Вот эта первая строчка. Между одиноких кавычек. Удаляем, что здесь есть. И вставляем название нашего шлема. У вас может быть свое. Дальше выделяем наш ноутбук. Пока закрываем это окно. Копируем его название. Идем опять в наш код. И между следующими внимательно смотрим, как я делаю. Аккуратненько не удаляем ничего лишнего. А иначе работать не будет. Между кавычек. Все просто. Удалили, вставили. Пока закрываем. Теперь нам надо прописать в коде вот это место на руке. И вот эта голова. То есть у нас там, помните, мы сделали прозрачными как бы те же самые инструменты. И заключили это в группу. Раскрываем группу. Выделяем у нас. У меня название 3. С черточкой. Как есть. Копирую. Так. Вот еще важный момент. Смотрите. Как понять, какому объекту система будет считать, что, например, шлем принадлежит нашему бойцу. В коде это выглядит так. Вот от этой квадратной скобки то, что идет первое, вот между кавычек, да, ниже, вот эта строчка, отвечает за отображение вот этих вот мест, куда как бы прилепится шапка, каска, да, и куда прилепится ноутбук. То есть здесь первое у нас идет каска. Соответственно, вот здесь, между скобками, мы сейчас пропишем название. Это место там, где наш боец. То есть, понятно, да? Первая позиция. Вы должны знать, что, если вы выбрали, как бы, можно, конечно, менять местами здесь, но если вы выбрали первая каска, у нас название у него вот такое, да, значит, для нее мы здесь первым и прописываем название нашего бойца, да, то есть куда прилепится его шлем. Надеюсь, понятно объяснил вот этот момент. Поэтому мы сначала копируем, выделяем название нашей прозрачной вот этой области, прозрачной каски, да. Можете копировать, не обязательно копировать, можете просто запомнить и вот здесь руками прописать. И здесь, между кавычек, вставляем. Закрываем. Третья у нас, это рука нашего дипломата. Идем в код. И вот вместо этой B мы вставляем. Здесь дальше, видите, и в этой строчке, и в этой строчке идут еще, как бы, пустые места, рассчитанные на шесть объектов. То есть, если у вас запланировано больше вот этих перемещаемых объектов и туда, куда они будут двигаться, точнее, где они должны быть в итоге находиться, вы здесь также вот будете прописывать. И здесь для двух рассчитано, я вот сделал только две строчки. Это позиция наших объектов, которые мы двигаем мышкой по X и Y, их расположение, то есть, где они висят. Соответственно, у нас только для двух, вот, две строчки, да, то есть, для каски, для ноутбука, здесь можно сделать неограниченное количество таких объектов. Просто здесь нужно быть внимательным. Вот вы заполнили, когда все шесть вот этих вот ячейчек вашими объектами. Соответственно, каждому новому объекту, вот, копируете еще одну строчку, и делаете пробел, и вставляете ее здесь. Но у последней строчки, не забывайте, вот, смотрите, вот здесь сейчас у меня нет запятой, и идет, как бы, потом вот такая закрывающая скобка. Поэтому, если вы добавляете, например, третий объект, вставите курсор здесь, делаете пробел, вставляете здесь этот код, здесь ставите запятую, а здесь можете от балды немножко изменить цифры, и посмотреть потом в браузере, где он располагается. Меняете немножко здесь цифры, немножко здесь. Третья строчка автоматически будет работать для вашего третьего объекта здесь. Не забывайте, для каждого объекта добавлять строчку, иначе он даже двигаться не будет. То есть, вот эту строчку, позиция оси Y и X. Я пока это удаляю, и удаляю вот эту запятую. И будьте, опять же, внимательны, не удалите лишнее. Вот это удалять нельзя. Ничего нельзя вообще удалять. Делайте вот так все аккуратно. Так, пока закрываем. Так, теперь нажимаем Ctrl-Enter, чтобы посмотреть, что получилось. И, вуаля, у меня все получилось. Двигается. Если направлен там, куда надо быть, он втыкается и не управляется. Так, как и задумано. Оп. Вот такая вот замечательная вещь у нас работает. Также здесь выделяем шлем. Кликаем авто. Можно пальчик. Я выбрал, вам здесь не видно, двойную стрелочку. Здесь тоже самое. В просмотре. Смотрите, навожу на ноутбук. И видно, вместо указателя мыши, вместо стрелочки, у меня вот такая двойная стрелочка, да? Ну, показывает то, что можно двигать влево-право. Здесь, как бы, неважно, что вы выберете. Можете вообще ничего не менять. Здесь на ваше усмотрение. Вот таким вот образом. Ну и давайте, чтобы закрепить материал, я создам произвольный эллипс. И назначу место, куда ему двигаться, да? Так. Я беру эллипс. Рисую его где-нибудь здесь. Даю ему какой-нибудь цвет. Так. Пускай он у меня будет перемещаться, например, вот сюда. И беру другой цвет, так. Сразу вот этот зеленый квадрат. Это то место, да, куда я хочу, чтобы прилипнул круг. Зеленый квадрат мы тянем вниз. И закидываем его, наводим на группу слоев, да? Пускай он сзади, это не важно. Давайте подвинем. Разделяем его название. Идем в наш... В наш код. Выбираем Composition Ready. И вот смотрим. Следующий объект я вставляю вот между кавычками, как я и рассказывал. Закрываем. Выделяем красный наш эллипс. Копируем его название. Опять идем в Composition Ready. Эта часть кода, она должна размещаться в этой строчке, да? Следующий, третьим вот объектом, также между кавычек я вставляю. Копируем, например, верхнюю. Ставим его последним. А здесь у второй не забываем поставить запятую. И здесь что-нибудь изменим, посмотрим, где будет отображаться. Здесь по иксу 350, здесь 70, например. Так, закрываю. И Ctrl-Enter. Посмотрим, что получилось. Итак, давайте посмотрим. Вот наш круг. Он двигается, все нормально. Шлем тоже. Видим, да? Что не ноутбук туда не может встать. Не шлем. У каждого свое место, да? И круг. У нас прекрасно встал. Я думаю, что здесь понятно, да? Как это работает. А на этом я заканчиваю этот видеоурок. И увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok